Музыка Еще разок доброго здоровьица! Знаете, что больше всего меня удивляет, так это то, что некоторые люди, возможно их и большинство, не желают самостоятельно исследовать тот иной вопрос. Ну вот какая разница между вами и мной? Вот допустим смотрите, Евгений М, что он мне написал? Геннадий Петрович, вы говорите о сроке развития Аскорид то 90 дней, то 9 месяцев, после чего Аскорида умрет от старости. Умрет ли она или не умрет? Я говорил о цикле развития Аскориды. И то, что я помню, помню вот 9, то ли 9 месяцев, то ли 90 дней, по-моему 90 дней. Но, вот Евгений, а вот нельзя ли было открыть, вот как я открыл, человеческая Аскорида, Википедия и посмотреть подробно про эту Аскориду, вот, и значит кое-что для себя уяснить. А я не просто уясню, я еще и поясню, согласно вот этой статьи. Вот смотрите, что этот, это червяк. Вот такой вот, видите, червячок, человеческая Аскорида. Аскорида человеческая паразитируется в кишечнике человека, в основном в тонких кишках. Длина взрослой самки от 20 до 40 сантиметров, то есть большие такие червяки, да? Самца 15-25. Очень интересно дальше. Разморожаются Аскориды только половым путем, только половым путем. И если теперь мы с вами возьмем фотографии, которые нам прислал Серджио, из которого вышло огромное количество этих вот полуразглажившихся Аскорид, то они сплетены клубками. То есть становится ясно, почему они сплетаются в клубок, когда пищи достаточно, грубо говоря, человек там питается, им остается только в тонком кишечнике, когда уже все там более-менее переварилось там, всасывать все эти вещества, пищу, то есть они купаются в пище, грубо говоря, и размножаться. А чем еще заниматься, когда еды навалом? Смотрите, самка ежесуточно откладывает в кишечнике человека до 240 тысяч яиц. Ежесуточно! Значит, которые скаловыми массами выводятся во внешнюю среду. И так далее, да? Пошли. Далее. Значит, яйца покрыты не просто как-то так, а пятью оболочками. И эти разрушить оболочки не очень так просто. И далее, вот теперь очень интересно, их могут убить только вещества, растворяющие жир, спирт, эфир, бензин и горячая вода, прямые солнечные лучи. А наш любимый керосин? Вот, пожалуйста. И использование керосина оправдано при случае, значит, знания оскорит. Керосинчик попиваем курсами, попиваем курсами. Здесь примерно, я так думаю, где-то по пол чайной ложки, по чайной ложке. Один, можно два раза в течение дня всё это дело. И, пожалуйста, этот керосин будет воздействовать и на тело самих глистов, и на яйца. Дальше. Описаны случаи, когда яйца, оставаясь от 4 до 5 лет в формолине, не теряя жизнеспособности. То есть мы все думаем, что вот избавиться от грибка там легко и просто, как говорят, вот это нанесли и так далее. Если от оскорит избавиться сложно, от грибка ещё сложнее. Мотайте себе на ус. Не такое просто. Зароды же гельминтов надёжно защищены от механического действия и влияния ультрафиолетов. А вот, допустим, грубо говоря, дёготь под пупочек своим духом, уже на них будет, знаете, как бы сказать, вызывать душняк. Они как раз, где у нас тонкий кишечник? Тонкий кишечник у нас вот, вокруг пупка. И тут как раз вот этот дух и вызывает. И вы на ночь, ежедневно на ночь, ватку ставите, 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 грубо говоря, неделю ставите, месяц ставите, два ставите, три. В каких случаях особенно надо ставить? Сейчас мы и об этом узнаем. То есть душняк создаём. Плюс курсами разного рода противопаразитарку. То одну, то другую, то керосин, то, грубо говоря, тройчатку, то, грубо говоря, там ещё ту же соду там, допустим, попили. То есть тем, как попасть в тело хозяина, неполовозрелые особи проходят развитие в почве. То есть яйцо вместо скалом выходит из организма человека, попадает в почву, и оно там, значит, развивается. Неполовозрелые особи проходят развитие в почве. То есть в почве уже появляются такие, можно так сказать, личинки. Яйцо созревает в почве после выхода из кишечника человека. То есть оно должно созреть во влажной почве. При доступе кислорода, при температуре 25-27 градусов, она на 16-17 день формируется в нём личинка. Личинка. Заражение происходит в случае проглатывания таких яиц с немытыми. Как мы заражаемся? С немытыми. Овощами, фруктами, с водой. А также в случае переноса яиц там мухами на продукты питания. Ну, примерно так. Из проглоченных яиц в кишечнике выходят микроскопические личинки, которые затем совершают миграцию через стенки кишечника в кровеносные сосуды, печень, в нижнюю полую вену, вправо, предсердце и желудок сердца, а потом в лёгкие. То есть они буравят стеночки кишечника. И вот когда проглатывание произошло, там, допустим, грубо говоря, нескольких яиц, и они попали, и начинается вот этот процесс буравливания, то у человека возникает понос. Понос. Вот, знаете, летом особенно раз, вроде всё нормально, нормально, а потом овощи, фрукты, всё это мы моем, всё это там едим и так далее, и тому подобное. И только хуп нас поносик прохватил. Такой, знаете, ни с того, ни с чего. Вроде мы всё хорошо питались. Так это как раз вот этот феномен. Феномен, что где-то мы не добыли, где-то мы не дочистили, где-то мы там съели эту клубничку с грядки, а-па! Вот. И вот эти вот личинки только, опа, сделали миграцию через стеночку тонкого кишечника, нарушили её. Естественно, он сразу же свою функцию так утратил. Что выразилось в поносе. Редко, конечно, бывает, что это там какой-то кровавый понос. Ну, короче, пищеварение расстроилось, расстроилось. И далее, далее, смотрите. Это первый этап, внедрение. Теперь дальше. Миграция, значит, пошла в кровеносные сосуды, печёночка начинает побаливать, тоже ни с того, ни с чего. Ну, нижняя половина, ладно, правое предсердие, когда поступает желудок из сердца, тут как-то, знаете, они ещё не успели развиться, просто они попадают. А потом, а потом они попадают в лёгкие. Вот когда они попадают в лёгкие, и начинаются проблемы с лёгкими. Там кашель, то есть какая-то непонятная простуда вроде не должна. Вот что-то, вот какие-то недомогания лёгочные, чтобы вы знали. Далее, при откашивании личинки из лёгких, с током в слизи, по дыхательным путям попадают в лодку и вторично заглатываются и останавливаются в тонком кишечнике, где достигают половой зрелости. Цикл развития можно представить в виде схемы, то есть яйцо, внешняя среда, почва. Далее, молодая личинка через стенку кишечника с током в крови в лёгкие, то есть на этой стадии у нас расстраивается, кишечник, то есть он расстроился, грубо говоря, пропоносили, там непонятно, ну допустим, дня два-три. Потом вроде нормально всё. А это как раз вот на усик наматываете себе, наматываете. А это как раз вот этот процесс был. Через стенку кишечника личинки погнали в кровь. Взрослая личинка с мокротой при откашивании в глотку и желудок. И стадии от молодой личинки до взрослой личинки, когда они находятся, вот лежат там на поверхности лёгких вот этих вот альвеол, и естественно, естественно, они как ненужные создания оказывают там своё разрушающее действие, которое выражается в разных бронхолёгочных заболеваниях, таких непонятных тоже. Вроде не простувал, а что-то вот тут у меня не то. И, наконец-таки, взрослый червь попадает в кишечник. Попадает в кишечник, значит, он там начинает размножаться. И размножаются они половым путём. А когда люди, грубо говоря, имеют половую связь, как они? Как в этом самом... Я смотрел Сюгун, и там, значит, говорилось так об этом половом акте. Говорят, сплетание ног. Занимается сплетением ног. Так вот, они там сплетаются у клубочек для того, чтобы, значит, была близость и плодятся 240 тысяч яиц в течение суток. Это одна. А если их там, грубо говоря, несколько, представьте себе, как они там выдают. Далее, вот стадия миграции паразитов, чтобы вам было разъяснено. Кто не любит читать, вот, не любит читать, я просто удивляюсь. Вот, если вы хотите что-то знать, вот, возьмите, да, почитайте. И будете знать столько, сколько я, а то и побольше. Итак, значит, при попадании в кишечник личинка сбрасывает свои яйцевые оболочки. Этот процесс называется линькой. Выделяет особые ферменты, растворяет оболочку, выходит наружу. С помощью крючковидного отростка, она впивается в слизистую оболочку тонкого кишечника, впивается. Откуда проникает в местные вены. То есть, вот это впивание и вызывает вот это вот раздражение и понос. С током крови паразиты попадают в крупные сосуды печени. Почему? И печеночка страдает. А затем в правые отделы сердца. И сердечко, как-то непонятно, надо поболеть. По системе вены и артерии, исходя от сердца, аскориды мигрируют по мелким сосудам легких. Просвет дыхательных путей. Им надо выбраться на поверхность легких. Для того, почему им надо выбраться на поверхность легких, им оказывается нужен кислород для развития этим личинкам. Вот они, значит, в крови как бы его мало. Им надо, значит, выбраться на поверхность легких и там развиваться. Значит, реснички слизистой трахеи, густо покрывающие ее поверхность своими мерцательными вот такими движениями, поднимают их кверху в трахею. Кашлевый рефлекс возникает при этом, выбрасывает в личинке листов ротовую полость. То есть, если у вас слишком много какой-то непонятной слизи, вы ее не глотайте, выплёбывайте. То есть, это еще указание на то, что что-то с вашим организмом не в порядке. И, скорее всего, вот такая инфекция гельминтная у вас имеется, то есть, аскоридами заражены. Через них заглатываются со слизью обратно в желудок. Длительность этой фазы составляет от 8 до 15 суток. Вот, вот, ба. Кишечная стадия. С этого момента жизненный цикл развития паразита начинается формирование взрослой особи. То есть, она начинает расти. Эту фазу именуют кишечной. Значит, там развивается взрослая особь. И теперь ответ на вот этот вот вопрос. Евгений говорит, срок развития то 99, то 9 месяцев, после чего аскорида умрет от старости, как бы сказать, нет. Она умрет и на этом вроде как дело кончится. А вот как раз мы сейчас и узнаем, кончится или нет. Общая продолжительность существования одной аскориды в организме хозяина около одного года. Около одного года. Однако, регулярное самоинфицирование обуславливает увеличение числа гельминтов. Вот как у Серджи. Да там, я не знаю, какой-то этот самый зоопарк зверинец вылез. Отсюда следует, что болеть аскоридозом можно га-да-ми. Что нам Серджи и подсказал. У него там еще уже выходили аскориды, так сказать, в большом количестве. Несколько лет назад. Ну и вот, и сейчас они, так сказать, и продолжились. Ясно, Евгений? Ответ ясен? От попадания незрелого яйца в тело человека до первой кладки яиц, вот это как раз я и говорил, проходит 75-100 дней. То есть вот как раз 90-дневный цикл. Примерно, да? Примерно. Но, так как мы знаем, что еще, инфицированные, значит, там, так, хотя опыт показывает, что в кале незрелые личинки уже появляются спустя 2 месяца. Так. И теперь смотрите, вот важно. А чем эти питаются? Вот я думал, что они питаются тем, как бы сказать, субстратом, который у нас в тонкой кишке имеется. То есть мы поели и так далее. Возможно, они этими питаются. Но, вот, что еще пишут. На начальном этапе своего развития молодая аскалида питается сывороткой крови. О чем я говорю, она? Сыворотку. Ну, сыворотку, ладно. В сыворотке крови содержатся там белки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сывороточные белки. Вот. Ну, как бы сказать, это не так уж, как бы сказать, обидно и так далее. А вот по мере роста она переходит на клетки крови эритроциты. Дело в том, что красные кровяные тельца содержат большое количество кислорода. Ага, видите? Большое количество кислорода. То есть помимо, допустим, грубо говоря, белкового питания, ей еще нужен кислород. А красные кровяные тельца, чтобы добыть, чтобы добыть, это надо, значит, пробуровить стенку кишечника. Стеночку кишечника пробуравливают. И, значит, вот она, коровишечка присосалась. И так далее. С одной стороны она сосет. С другой стороны она, значит, сплелась там с самцами. То есть они занимаются, извините за выражение, интимными вещами. То есть едят, совокупляются и гадят, гадят, и гадят, и гадят. Значит, требует большое количество газа. Вот тут, смотрите, если мы, значит, как-то газа дадим меньше им, то это уже будет это самое. Для них уже чревато. Кислородное голодание заставляет личинку в миграционной стадии интуитивно двигаться к своей цели легким, богатым кислородом. Почему не туда лезет? Способом питания, кстати, определяется окраска гельминтов. Смотрите, жизнеспособности, они окрашены в красный цвет. Кровишки насосались, можно так сказать. Кровишечки насосались. И красненькие, да? А погибшие глисты приобретают белую окраску. И теперь опять-таки обращаемся к нашему Евгению с пояснением. Они сами умрут и выйдут, да, и всё. И может нормально быть. Значит, многие ошибочно думают, что проходя все этапы своего цикла, глисты покидают организм. Это не так. И сердчно, наглядно это подтверждает. На самом деле, такой длительный путь миграции личинок обеспечивает равномерное распределение паразитов во всём теле. То есть, поясняю, одни находятся в тонком кишечнике. Другие, грубо говоря, буравят стенку тонкого кишечника, выходят в кровь. То есть, в крови они находятся, личинки. Из них одни находятся у печени, другие находятся в сердце. Третьи, значит, выходят на поверхность лёгких. Четвёртый, значит, зреют, развиваются, поднимаются по трахеи, заглатываются. И потом опять из маленькой личинки растёт здоровый червяк. Чтоб только ясно, понятно. Значит, равномерное распределение паразитов во всём теле. Во всём теле. Вот тут смотрите тогда, что хорошо. Тмин. Он в тонком кишечнике работает. Керосин, так как керосин всасывается в кровь. Он в крови работает. Этот самый дёготь, под пупочком у нас, он работает как в крови, так и внутри брюшной полости. Всё это дело делает. Интересный, конечно, голод. А вот голод создаёт условия, в которых они мрут. В массовом, так сказать, порядке. Причём мрут на всех стадиях. Начиная от кишечной и кончая вот этой вот лёгочной. То есть по крови, по всему организму. Итак, поэтому воспалительные процессы, протекающие в печени. Откуда печёночка болит? Сердечные мышцы. Откуда сердечко поболит? Лёгких и желудочно-кишечном тракте не случайны. Вот это слово запомните. Не случайны. Особенно Серджу Матвиенко. Не случайно. Поэтому, Серджу, тебе особая рекомендация. Вот эту противопаразитарку курсами, курсами и пошёл, пошёл, пошёл. Как говорится, без конца. А клиническая не проявляется. Желтухой, миокардитом, бронхитом и пневмониями. Панкреатитами. И желудочно-кишечными кровотечениями, соответственно. То есть, иногда, знаете, стул только раз у нас и окрасился в чёрный цвет. Откуда? А чё? А как? Или какой-то, знаете, не жёлтенький, вот такой, более такой тёмный, ближе, грубо говоря, к чёрному цвету. А это как раз вот желудочно-кишечные кровотечения. А чем они вызваны? Да, они вызваны вот этой вот ерундой. Далее, размножение нематод, круглые черви, раздельно-полные паразиты. Значит, самец и самка имеют это. Это репродуктивная система мужской особи представляет собой трубку с семяизвергательным каналом. Вот, пожалуйста, член есть и у аскориды, самца. Отверстие которого открывается в клоаку. Половая система женской особи, более сложный в её состав, входят яичники, яйцеводы, семяприёмник, матка, а также яйцоизвергатель и влагалище. Так что там, знаете, грубо говоря, такой этот самый. В тонком кишечнике идёт такой, как бы сказать, вертеп, что ого-го-го-го. Оплодотворение яиц происходит в её семяприёмнике. Во время спаривания самец прикрепляется к телу самки при помощи специального выроста на конце тела. Поэтому они скручены, вот как сейчас вот это я демонстрирую серженные фотографии, вот это вот полуразложившиеся аскориды, которые вышли. Всё перекручено, всё, они уже умирают, они продолжали ещё сношаться и так далее. Так, нетипичная цикличность жизни аскорид. А вот теперь опять-таки, так сказать, разъясним вот эту особенность. Аскорида не всегда следует классическому развитию по схеме жизнедеятельности. То есть яйца там, в это самое, где-то в почву, потом вы заглатываете. Это значит, что необязательно кишечная фаза сменит миграционную. Часть личинок может задержаться в печени и разрушаться там под действием защитных клеток. Ага, раз. При сильном кашле с обильной махротой большая доля паразитов выходит наружу с бронхиальной слизью. Поэтому яркая картина на начальном этапе может угасать со временем. Объяснением это служит сокращение численности глистов в организме человека. То больше, то меньше. Но тем не менее, заселившись, они там и так будут, так сказать, до победного. Теперь вред. Что, какой вред оказывают аскориды? Они травмируют слизистую оболочку кишечника человека. Отравляют его организм ядовитыми веществами, продуктами своего собственного обмена. То есть они писают, какают, нагло писают, какают. Все это всасывается в кровь и для нас является токсином, от которого действительно голова болит. Начинаются отравляться там все эти органы. Начинает человек терять силы. Ну, все это, все это вот такое, чтобы вы понимали. Вызывают боли в желудке и кишечнике. Вот если вот вы питаетесь нормально, все чистенько, все хорошо, все это. А у вас какие-то боли в желудке и кишечнике? Ну, в желудке навряд ли, хотя вот тут рядом расположим. В основном в кишечнике. Расстройство пищеварения, то есть нет устойчивого стула, оформленного. Уменьшается аппетит, есть особо не хочется. Снижается работоспособность и другие явления. Нету сил. Это может приводить и к половому бессилию. Значит, соблюдайте правила личной гигиены и так далее. Берегите пищу от мух тараканов. Значит, советуют применять медицинские препараты и все там такое. Дальше идем. Аскориды в желудочно-кишечном тракте и печени. Наиболее часто аскоридоз протекает с поражением кишечника и печени. Вот почему, смотрите, для того, чтобы очистить печень, нормально очистить печень и получить все преимущества, о котором я говорю, чтобы она была здоровая, чтобы она работала на 90-100%. Мы еще о слизи не говорим. Но, значит, использование вот этих вот травок по Татьяне Буревой, а это душистые противопаразитарные травы. Вы даже можете их без чистки печени использовать как противопаразитарную чисточку. Повторяю, там, раз в две недели, допустим. И вот эти травы уже, вот этих вот, допустим, личинок, которые мигрируют с током крови и находятся в печени, вы уже их достанете. И плюс вы в крови их тоже достанете. Значит, кишечника и печени. И поэтому чистка печени, когда человек вот так вот избавится от этих паразитов, она дает вот такие поразительные еще результаты. Воздоровление. Человек чувствует, о, ты смотри, то я уже загибался, а то, смотри, я поскакал, как в молодости не сокакал. Из ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, аскориды переходят в печень, а также в желчные пути. Вот почему еще вот это вот различные, этот самый, холестициды, воспаление желчного пузыря и прочее, 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 прочее. Да потому что туда попали вот эти все, все эти личинки, аскориды. Значит, при этом они вызывают давление на протоки печени и, ну, и желтуху. Значит, переместиться паразиты могут и в поджелудочную железу, и вдруг у вас неожиданно может быть приступ анкреатит. Может, может. Значит, смотрите, а теперь подробно поговорим о симптомах подобной формы заболевания, которые имеют ярко выживанный характер и вызывают сбои в работе желудочно-кишечного тракта, а также действуют и на нервную систему. Ну, то есть, вот эти токсины, токсины ихние, вот эти все эти выпаты, все эти ихние какашки и прочее, 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 все это, естественно, действует на нервную систему угнетающей. Итак, признаки аскоридоза печени. Слушаем. Нарушение аппетита, приступы тошноты и работы, болевые ощущения в животе, особенно это, обратите внимание, диареи и наличие кровавого сгрузка в каловых массах. Вот это уже то оно и есть, оно и есть, не надо там, как говорится, к бабушке ходить. Бесконтрольная потеря веса, повышение слюноотделения, слюноотделения, ладно, общая слабость и аллергические реакции в виде кожного зуда и крапивницы. То есть, не было, не было, потом, опа, аллергическая реакция, ни с того ни с чего, а что это такое, а почему, а как это. Будем искать аллерген, сразу, да, приходим туда. Они, о, будем искать аллерген, ну-ка, запашляйте нам денежки, и мы тут, а вот на это, а вот на это, вот на киску, на собачку, на амброзию, на пыль, на, на, еще на что-то, еще на что-то, еще на что-то, еще на то, что будет делать. Ага, что там делать, она, когда у вас, если вот это еще диарея, болевые ощущения в животе, и вот этот аллерген, да, у вас там клубок, аскорид, сплелся, сплелся под пупочком и посасывает, посасывает вас, да. Так, аскориды, обитающие в кишечнике и печени, нередко провоцируют развитие кишечной непроходимости, вот это да, представляете, какой должен быть клубок этих аскорид, чтобы вызвать развитие кишечной непроходимости, аппендицита, перитонита, панкреатита, абцесса в печени. И, кстати, кстати, вот многие думают об этих самых, это абцесс в печени, о кистах, правильно, как там ударение на поставить, о кистах, то киста там, то киста здесь, то киста это. А это как раз вот эти вот личиночки, попавшие в ткань, допустим, грубо говоря, печени, попавшие в ткань почки, еще куда-то, еще куда-то, они там, это самое, грубо говоря, сдохли, образовался очах разношения, и организм только раз, его, как бы сказать, закапсулировал. И получилось что? Догадываетесь? Да, правильно. И как раз и получилось и киста. И вроде как внутри все рассосалось, вот какая-то, значит, вода непонятная там, и жидкость. А это есть. Аскориды в крови и сердце, через слизистые оболочки аскориды попадают в капилляры, стенки толстой, тонкой кишки, далее по крови, в венах они разносятся по всему организму и оседают во внутренних органах человека. оседают во внутренних органах человека, вот это как раз вызывает процесс кистообразования, чтобы вы понимали. А то мы думаем, мы такие чистенькие, мы такие умненькие, мы такие, 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 а если копнуть, да скрозь глисты там у нас, глисты, а таких, да вот таких вот. А мы там лечимся, знаете, по-благородному, да вы что, чтобы листы у меня, ой-ой-ой-ой-ой-ой. В сердце аскориды попадают из печени, наседают правой половине кровеносной мышцы, правом желудочке. Осложнениями выступают боли в сердце, ишемическая болезнь в сердце, возникают геморрагии, кровоизоляние и там различные инфильтраты, иозинофильные инфильтраты, у какого слова. Вот это ишемия и так далее, ой, сердце что, что, как, ой, что-то такое благородное, вроде болезнь, там ишемия, или еще на самом деле там глистами все уже пробурено. Далее, аскориды в легких, в легких аскориды часто не распознаются, в легких не распознаются аскориды, вот так-то. А принимаются за другие заболевания, такие как типа грипп, ОРЗ, пневмония, бронхит, туберкулез. Короче, вот это вот, как только у вас появилось, ну, кроме там, допустим, туберкулез, туберкулез, должна быть туберкулезная палочка. А вот все остальные, грипп, ОРЗ, пневмония, бронхит, если они как-то у вас частенько случаются, как говорится, к бабушке не ходи, к гадалке не ходи. Это у вас имеется там достаточный рост личинок аскорид в легких. Это связано с клиническими симптомами, проявление которых происходит в результате жизнедеятельности аскорид, признаки гельминтов в легких. Ну, жизнедеятельности. Знаете, вот как мы живем вот в городе. Что такое город? Город вот была, ну, грубо говоря, вот я живу в степи, допустим, был лес там чистенько было там, были какие-то овражики, была, значит, степь, была там речечка и так далее. Ну, все более-менее чисто и так далее, значит, природное. И тут появился человек. Опа, начал там строить, то есть все, пятое, десятое, канализация, воду оттуда брать, значит, мусор у нас появился. И сейчас в городе, в городе у нас не успевают вывозить мусор. Короче, все, все о мусоре. То есть, деятельность человека замусорилась. Аскориды, а что они тут будут забудеться о нашем организме? Для них это планета, которую надо, грубо говоря, вернее так, это делянка, которую надо колонизировать и использовать по максимуму. Отсосать как больше белков из плазмы крови и сожрать эритроцитов, расплодиться и так далее. Итак, признаки гельминтов у легких. Сухой кашель, который имеет постоянный или приступообразный характер. Постоянный, это говорит о том, что у вас хронические заражения аскоридозом. Они постоянно, постоянно сюда идут, постоянно сюда идут и все. И вы хронически заражены. Приступообразный, это говорит о том, что дело у вас несколько лучше. То есть, они как бы, кстати, вы заразились, эти личиночки только поднялись, значит, сюда вызвали вот это-то, заглотились и как бы новой порции пока нету. Вот это вызывает приступ. Как говорится, запомнили? Хочется сказать, форштейн. Сухой хрип, захрипели. Сильная дышка, есть такие вещи. Развитие бронхитов и пневмонии. Вот лечат от бронхита, от пневмонии и так далее. Очищаем толстый кишечник, печенку и противопаразитарку. И нету бронхита, и нету. Далее, повышение температуры тела. На что нам сжаловался наш дружбан Серджио? На то, что у него постоянная температура. То есть, идет воспалительный процесс. Воспалительный этот процесс связан с тем, что организм с помощью температуры хочет как-то сжечь этих личинок, этих там листов или еще как-то, как-то что-то такое сделать. Откуда повышенная температура? Как только повышенная температура, сразу это есть инфекция. Либо бактериальная, либо грибковая, а скорее всего совместная. Глистная, слизистая, бактериальная. О чем практика и показывает. Количество слизи, откуда она берется? Ага, легочная форма аскоридоза довольно быстро приобретает хронический характер, при котором течение болезни будет сопровождаться с сезонными обострениями. В этом случае аскоридоз нередко ведет к развитию бронхиальной астмы. Бронхиальная астма. Как она возникла? Да что ж такое? А как же бронхолегочные, вот эти вот, знаете, бронхорасширяющие препараты будем использовать и так далее, так далее. А может от глистов избавиться? А они подрезать там, допустим, как-то там делают операции на бронхах. Вот эти вот постоянно хух-хух-хух-хух. Они там дышат и все думают. Ну, просто, знаете, вот я вот это все читаю, вот это вот вам, как бы сказать, транслирую и поражаюсь глупости. Глупости на всех этапах лечения и прочее, 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 прочее. Сезонное обострение, сезонное обострение. А когда у нас особенно это самое, как бы сказать, массово развиваются эти самые глисты? Они, как правило, развиваются весной и осенью во время влажного сезона. Вот когда дожди, слякоть и так далее, вот это вот такая вещь. И знаете, еще это бывает там тепло, не тепло. Вот это вот, таяние снега, слякоть и так далее. А это бывает весной, и это бывает осенью. И как раз сезонный характер. Ой, грипп имеет сезонный характер. Мы заразились вирусом. Да помимо заражения вирусом и антибиотиками лечимся, да, вы уже давным-давно заражены аскоридами. Вы уже давно заражены конгломератом всех этих глистов, грибков, слизи и этих самых микроорганизмов. Вот вам сезонность заболеваний. Сезонность, да. Вот даже из этого. Вот, допустим, умный человек, который, грубо говоря, там сидит, который должен заниматься. Он что, вот это вот не понимает? Ну, такое впечатление, как, кругом тут умственно отсталые какие-то. Ну, что-то скажи какую-то там правду. Да ты чё тут, даже такого не может быть. Керосин пьёшь, да вы чё? Чёкнулись? При наличии аскорид в лёгких наиболее часто возникают, значит, эзи иозинофильные инфильтраты, особое очевидное воспаление. Воспалительные процессы проходят в результате механического действия личинок в лёгких. Этот факт вызывает кровоизлияние, которое может привести к появлению абсцессов даже. То есть абсцесс, это уже присоединяется бактериальная инфекция. И вот вам воспаление там лёгких. Сначала воспаление лёгких, потом и дальше. При аскоридозе в лёгких образуются отёки и растяжение альвеол. Вот так далее. Аскориды в головном мозге. Аскориды в мозге обладают своей клинической картиной, которая меняется в зависимости от локализации чешвей. Если личинки гельминтов выбирают своим местом обитание внешней оболочки мозга, то развитие получает менингоэнцефалит. То есть вот оболочка мозга воспалилась. Ой-ой-ой, ой, дитё, да что ж тут такое произошло? Особенно, допустим, в детском мозге. Ой, что такое? Ай, какая-то непонятная вещь. Да туда листы проникли. Банально листы проникли. Из-за того, что ребёнок контактирует с кошками, с собаками, не моет руки, тара-та-та-та-та-та. Ну, то же самое, там и взрослые бывают. Так, где тут мы заменяли? Так, сопровождаются сильными головными болями, мигренями. У меня мигрень. А вы мясо там любите? А вы ещё? Кстати, вот ещё и, как бы сказать, своеобразное предупреждение о вегетарианцам и так далее. Сыроедам особенно. Очень тщательно надо мыть продукты, обрабатывать, чтобы вот такого у вас не было. А то у вегетарианцев с сыроедами вот такие вот мигреньи бывают. То есть, если же аскориды располагаются в глубине борозд головного вещества, возрастает вероятность образования особых уплотнений и соединительной ткани, грануляции. В результате у человека могут возникнуть симптомы, схожие с признаками опухоли мозга головы. Да, скорее всего, это и происходит не от того, что, допустим, на лицо какая-то там опухоль, а появление вот этого вот глиста, который там растёт, питаясь кровишкой. И его дует, он распирает, и начинаются боли, мигрени и так далее. Итак, первое. Эпилеформные припадки. Ну, грубо говоря, эпилепсия. Так, кратко если. Судороги, потеря сознания, повышение артериального давления, головокружения, выраженные неврозы, 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 понимаете, он не может человек с собой совладать, потому что у него башка трескается из-за этих вот болей, да. Депрессия. Депрессия. Один из видов того, что червяк в голове, и у него депрессия. Так, а если аскориды располагаются вблизи слухового, либо злительного нерва, то вышеперечисленные симптомы дополняются ослаблением слуха и зрения. Ослепли и оглохли. Добавок. Так, а как же аскориды попадают в головной мозг? Конечно же, посредством кровеносной системы. Значит, наиболее часто мигрируют стоком крови в верхнюю полую вену из нижней, а также в венах головы нет клапанов, что облегчает их проникновение. То есть, это уже довольно-таки большие должны быть тельца у этих личинок. Если их клапаны могут задержать. Представляете, клапан так раз задерживает. Кстати, это же может явиться и результатом варикозного расширения вен. Как-то об этом не сказано. Об этом не сказано, что мы раз попали, все, застряли там, грубо говоря. Клапаны вот такие, хопа, личинку эту придавил, раздавил там, допустим. Ага, возникла уже какая-то масса, которая не проходит. И на основе этого начинается там какой-то сгусток. Может быть, сгусток, поймать сгусток. И это все ведет к тому, что возникает тромб. Кстати, о тромбах тоже они не говорят. Тромб возникает. Из-за чего он возникает? Да, первоначально вот такая вот, допустим, личинка там раздавилась или издохла. И облепилась там лимфоцитами или еще чем-то. И образовался тромб. А мы думаем, ох, е-мое, что ж такое, а что же как. Поэтому противопаразитарку используем, и используем, и используем. От мала до велика. Малым меньше, старым больше. Значит, клапанам нет, что облегчает их проникновение. Непосредственно в головной мозг, они попадают через плечи, головные вены. То есть, вот тут у нас вены имеются, и она туда по венам. По венам. По венам, по венам, по венам. Как это? По шпалам, по шпалам. А не по венам, по венам. А тут надо по венам пустить вот такие вот, грубо говоря, душнячок. Душнячок устроить по венам. В виде керосина и других летучих веществ, которые содержатся вот в этих противопаразитальных травах. И особенно содержатся вот в этой вот сборе трав по Татьяне Буревой. То есть, их можно отдельно использовать как противопаразитарное средство. Личинки гельминтов могут двигаться через носоглотку, придаточные пазухи носа, а также через продырявленную пластину мозга. Попадая в переднюю ямку черепа, они проходят в передние доли мозга головы. Вот так-то. Вот сюда, туда и туда вот. То есть, здесь заглатываются, тут они это-то, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Лезут через все это, сюда, и тут голова начинает болеть и еще. Аскориды также могут попасть в головной мозг через глоточное отверстие, истахивая трубы, то есть, вот там все соединяется. Из отверстия они мигрируют в среднее ухо. О! А почему у вухи не могут жить аскориды? Оказывается, могут и у вухи жить, да, себе там. Гнездышская свить. Затем во внутреннее ухо, после чего перебирается в мозг через пирамиды в височных костей. О! Прекрасная статья. Сколько я сделал выводы. Вот поэтому я светоч народной медицины и здорового образа жизни. Все остальные, я не знаю, в чем вы занимаетесь, что вы делаете. Есть, грубо говоря, информация, есть диагностика, и даются рекомендации, как это все прекратили. Добрые, хорошие, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.